Привет! Посмотрите на эти мотоциклы. Наши коллеги из компании «МотоСтронг» сами привозят их из Европы, выбирают байки в отличном состоянии и с минимальными пробегами, без аварийного прошлого. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент, склад мотоциклов, регулярно обновляется. Мы продаем мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Как же обстоят дела с надёжностью у V-образной бензиновой шестёрки «Хонда»? Неужели и тут японцы уделали немцев? Сейчас будем разбираться. Итак, встречайте – Honda V6 C35A5. Перед вами один из многочисленных вариантов первой V-образной бензиновой шестёрки «Хонда» – это мотор C-серии. Эти двигатели начали выпускаться давным-давно, ещё в 1985 году, и выпускались до 2005 года. Рабочий объём у этих двигателей – от 2 литров до 3,5 литров. Сегодня мы будем разбирать самый здоровенный вариант, снятый с «Хонда» Legend 1999 года выпуска. Собственно, только на этом седане и на его копии Acura RL он и ставился. Этот двигатель установлен под капотом продольно, а вот другие агрегаты C-серии с меньшим объёмом располагаются поперечно. Этот 3,5-литровый японский V6 предельно простой. У него по одному распредвалу в каждой ГБЦ по 4 клапана на цилиндр, в приводе ГРМ зубчатый ремень. Также этот двигатель оснащён балансирным валом, в то время как другие агрегаты C-серии с меньшим объёмом балансирного вала не имеют. Этот двигатель сделан на основе алюминиевого блока с развалом в 90 градусов, масляный поддон особой формы для размещения там деталей привода передней оси. В приводе клапанов установлены гидрокомпенсаторы. Единственный умный адаптивный механизм в этом двигателе – это трёхступенчатая система изменения длины впускного коллектора. Этот V6 обладает абсолютной надёжностью, то есть слабые места в его конструкции отсутствуют. Если его версия на 3,2 литра могла огорчить потерей герметичности по прокладке ГБЦ, и то это происходило из-за снижения уровня охлаждающей жидкости, завоздушиваний и откровенном перегреве, то система охлаждения этого мотора сделана с запасом. То есть конструктивно слабых мест в этом моторе нет. Он сделан с применением технологий, которые Honda использовала для моторов Формулы 1. Это касается сверхточной обработки шеек коленвала и особенностей ковки некоторых деталей. Но у этого мотора нет спортивного характера, потому что он сделан для большого седана и настроен на достаточную тягу на низких и средних оборотах. Также мотор рассчитан на минимальное обслуживание, на практике при пробеге до 160 000 км. То есть, когда надо менять ремень ГРМ, этот мотор нуждался только в замене масла и фильтра, а потом в таком же режиме продолжал служить без каких-либо ремонтов и замен деталей. Эти моторы на практике ходят более 500 000 км. Плата за такую безотказность и отсутствие проблем довольно высокий расход топлива. Из-за низкой степени сжатия 9,6 к 1 КПД этого двигателя не блещет. Как правило, раз в 150-200 000 км надо менять лямбда зонды. Как правило, при их неисправности ЭБУ фиксирует конкретные ошибки по каждому зонду. Комплект из четырех зондов на сегодняшний день можно купить за 200 долларов. Довольно распространенная проблема всех двигателей C35A и болячка всех Honda Legend с большим пробегом – это стрекочущий звук после запуска двигателя, который сопровождается запахом отработавших газов. Стрекот может исчезать по мере прогрева двигателя, но если он остается и при езде, то тогда исчезает при отпускании педали акселератора. Источником стрекота являются выхлопные газы, секущие из-под выпускного коллектора. Герметизация стыка нарушается из-за обрыва крайних шпилек одного или обоих выпускных коллекторов. Для ремонта, то есть замены шпилек и герметизации выпускного коллектора нужно снимать ГБЦ. Двигатель C35A установлен на активных гидравлических опорах. Жесткость каждой опоры регулирует отдельный соленоид. В принципе, эти опоры ходят по 400 тысяч километров, но их можно повредить при неправильном демонтаже двигателя. Это сопровождается вытеканием жидкости из опор, а также сильными вибрациями по кузову. Также двигатель может присесть на одной из опор даже на подрамник. Проблема решается заменой опор. Сегодня раскидать нам этот легендарный V6 поможет Дима. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку. На сегодняшний день двигателем Honda C35A стукнуло уже 1,5-2 десятка лет. Возраст дает о себе знать, рассыханием резиновых уплотнений. Со временем жор масла в этом двигателе появляется не из-за угара, а банально из-за вытекания. Капиталить этот двигатель приходится не для расточки цилиндра, а для замены уплотнений. Желательно менять не только прокладки, отсекающие масло, но и прокладки впускного коллектора. Также уплотнения под форсунками и уплотнения каналов охлаждения. И отдельный источник масла под этим мотором – это текущие сальники переднего редуктора и промежуточного вала. А вот это сложный привод трёхступенчатой системы изменения длины впускного коллектора, но реально он ходит десятилетиями. Над ним стоят три соленоида, вакуумные трубки, но реально со временем никаких проблем с этими узлами не возникает. На этом японском V6 установлен клапан EGR. Не поверите, с ним тоже ничего плохого не случается. В очень редких случаях он может заклинить либо замкнет проводка. Тогда его надо чистить либо менять. В отличие от многих европейских производителей, инженеры компании Honda никогда не сомневались в надёжности ременного привода ГРМ. В принципе, зубчатый ремень их никогда и не подводил. На этом супернадёжном моторе установлен ремень шириной 24 мм и в длину он практически 2 метра. Менять его надо каждые 160 000 км. Именно столько ходит оригинальный ремень. Причём менять ремень надо вместе с ремешком, который приводит балансирный вал и желательно с помпой. Потому что были случаи, когда заклинившая помпа сильно изнашивала ремень ГРМ и после этого поршни и клапаны встречались. И ещё в приводе ГРМ присутствуют две пружинки, которые служат демпферами для натяжных роликов. Ну а теперь по состоянию. Мы видим лаковый налёт, то есть масло в этом двигателе могли менять и почаще. Напоминаем, что в этом моторе есть гидрокомпенсаторы. В каждой ГБЦ по одному распредвалу. То есть один распредвал справляется с открытием 12 клапанов. Головки блока цилиндров не имеют никаких проблем. На протяжении сотни тысяч километров с ними ничего не случается. Но с годами сдаются саленки клапанов. Их приходится менять, потому что они начинают пропускать масло. В нашем случае мы наблюдаем минимальные следы масложора – все клапаны целые. Легкосплавный блок цилиндров двигателя C35A имеет открытую рубашку охлаждения, а на заводе в него помещены толстостенные чугунные гильзы. То есть никаких чудо-технологий из автоспорта и из Формулы-1, где болиды с моторами Honda очень успешно выступали в 80-е и 90-е годы здесь нет. Некосил силумин вместо чугуна – это не про двигатели Honda. По оригиналу доступны поршни и кольца двух ремонтных размеров. Поэтому, если надо, без опаски точите эти гильзы. Добавим, что блок цилиндров имеет много упрочнений и ребер жесткости. Конструкцию, увеличивающую блок цилиндров, есть и в картере вокруг опор коленвала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Двигатель C35A стал первым в мире мотором и, скорее всего, последним, шатуны которого выкованы в очень сложном технологическом процессе. В двух словах, масса заготовок для шатунов имеет очень строгие допуски и поэтому после ковки шатуны практически не отличаются по весу. Обратите внимание, какие здоровенные направляющие у коренных опор. У нижних коренных вкладышей очень интересная проточка. Она сужается в середине дуги и масло здесь выдавливается лучше. Соответственно, коренные шейки лучше смазываются. В каждом шатуне просверлены масло-форсунки и в каждом поршне есть по 10 отверстий для отвода масла из области маслосъемных колец. Коленвал этого двигателя считается неубиваемым, но из-за каких-то проблем с моторным маслом в этом двигателе на шейках коленвала, особенно на шатунных, появились царапины. Нагар на поршнях не критичен, маслосъемные кольца все подвижны и не закоксованы и очень радует высота маслосъемных колец. Очень странный износ вкладышей, как будто бы из-за биения коленвала. Возможно, двигатель испытывал перегрузки из-за детонации топливо-воздушной смеси. Верхние коренные вкладыши с таким же износом, особенно это ярко выражено на первом и третьем вкладышах. Кстати, с этого ракурса отлично видно, какой был Хонс завода, каким он был и каким он стал. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали супер, мега, надежный мотор V6 от Honda. Этот двигатель погиб от дурака-владельца, потому что он абы что заливал в систему охлаждения и, наверное, пару раз забыл поменять масло. Если вы и дальше хотите, чтобы мы делали такие классные, четкие и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поделитесь этим видео и оставьте комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».